Эра чемпионов. Более 10 сильнейших спортсменов планеты сразились за престижные титулы в Чувашской столице. Бойцовский турнир такого уровня – уникальное зрелище. Бросить вызов уже признанным профессионалам решились немногие. Сделали это только два чебоксарских файтера. Удалось ли им подняться на пьедестал почета, увидел мой коллега Дмитрий Ковалев. На этом ринге не было ни одного новичка, только профессионалы, чемпионы разных стран, международные призеры. Таких турниров жители Чувашской столицы не видели никогда. Имена многих бойцов, которые выходили на этот ринг, известны всей Европе. Лучшие из лучших в своих стилях – кикбоксинг, кушу-саньда, муай-тай. Чебоксарский турнир – настоящая смесь боевых единоборств. Против лома нет приемов. Найти их сложно и против танка. Именно такое прозвище прочно закрепилось за украинским бойцом Константином Тришиным. Его послужной список довольно весом. Чемпион Европы и мира провел 11 боев и проиграл только одну схватку. Вызов триумфатору в этот раз бросил чебоксарец Алексей Иванов. И в первом и во втором раунде чемпион наносил по своему противнику точные удары, но боец в синих перчатках все-таки устоял на ринге. Казалось, что после третьего гонга украинец начал выдыхаться, но отправить его в нокаут чебоксарцу так и не удалось. Опыт взял верх. Соперник по прозвищу «Танк» мастерски уходил от яростных атак. Чисто дыхание. И поздно предупредили. За полторы недели о бое. Такой хорошей подготовки не успел сделать. А так, ну он лучше, что могу сказать. Правда, лучше и все. Исход этого боя был предрешен изначально. Чебоксарский файтер Алексей Блинов бился с четырехкратным чемпионом мира. 8 побед против 38. Кикбоксер из Голландии Серхио Вилсон отправил в нокаут многих соперников. Его бой с чебоксарцем завершился и вовсе за считанные секунды. Я уважаю его смелость. Не каждый осмелится ступить на ринг. И то, что он вышел против меня, я это очень уважаю. Главное ему упорно тренироваться, и победы придут сами. Главное событие турнира – схватка за звание чемпиона Европы. В противниках у московского бойца литовский чемпион. Повалить иностранца на ринг русскому файтеру удалось в первом же раунде. Из железной хватки Багаудина Абасова вырваться не удалось. Это был технический нокаут. В итоге заветный пояс не уехал за рубеж. Парень крепкий был. Разбирался и внизу, и в стойке неплохо работал. Но мне казалось, что я чуть-чуть даже чем-то легче поработаю. Пояс российского чемпиона завоевал дагестанский боец. Но наслаждаться победой ему придется всего лишь до конца мая. Именно на это время соперники назначили друг другу реванш. Возможно, что и эта решающая схватка состоится в Чувашской столице. Дмитрий Ковалев, Александр Петров. Республика.